Просто продёрнется, потому что она плохо приклеится к этому. Вот и всё. Поэтому вот этот вариант годно, вот этот вариант... Так, ребята, всем привет. У нас сегодня что, 29-й день. Утро уже не утро, сана работает. Короче, штробы делаю. Делаю штробы. Я, короче, готовлю пожрать. Типа плов. Ну, мужской такой плов. Жарится морковка у нас, лучок режу. Сейчас курочку разделаю и ресец. Так. Что-то даже подгорать начало уже. Пока ходил, посуду мыл. Опасно. А-а-а. Короче, чё. Лучок обжарили, морковку обжарили. Добавили лучок. Сейчас. Пол курицы нашинковали. Добавили. Тихо. короче налили туда водички, бульончик варится, сейчас засыпаем туда рис, захлапываем котелок и идем работать, ребята и сейчас секрет такой и секрет какой-нибудь многие делают плов, когда делают, мясо обжарят, насыпают рис, потом заливают его водой и начинают готовить когда плов у него готовится ну естественно у нас то аля такой плов ничего тут этого колхозный короче, все скидали каша рисовая с мясом получится но плов когда готовят, многие делают такую ошибку, насыпают мясо, рису насыпают потом наливают воды, там два пальца сверху три, там кто чем меряет, то линейкой начинают готовиться, потом плов какой-то пустоватый, потому что мясо вся зажарка, обжарка внизу вы рис насыпаете, наливаете воду, рис начинает как бы в воде разбухать, варится, но вода свежая она не пропиталась ароматом мяса вот этого нету этого аромата и рис просто чистую воду в себя вбирает, вбирает и получается едите, когда рис как пустоватый для того, чтобы не было поэтому и варят с южных стран, которые что национальное блюдо это плов-то они варят сначала зирвак так называемый то есть все это обжаривают, делают это процесс такой интересный, сложный я иногда дома готовлю потом наливается вода и какое-то время варится, называется это зирвак, бульон и только в этот бульон, и насыпается рис и когда рис начинает разбухать-то, варится впитать в себя влагу, он вот эту вот сочную мясистую, вот эту ароматную влагу впитывает и рис вкусный получаться вот лайфхак короче, а кто сейчас будет смотреть сейчас на стройке мы делаем штробы и были вопросы про штробы я сейчас расскажу про штробы кое-какие нюансы, моменты сказ про печального Сашку тут короче, каша варится варим до тех пор, пока дым не пойдет короче, стойки-битки а, вчера чайник-то накрылся я у раз пять разбирал с вечера все посмотрели все релюшки какие-то там есть тепловых, там пару штук, кнопки всякие там все перерыли, почистили все, блин короче, в самом этой внизу-то эта херня-то кругляшка в нем опять отплавилась контакт слабый, он плавится и отгорел почти все переделали, чайник чайник, живи восстановили короче, штробы штробы нарезал Саша, сейчас мы показом с кашей занимались сейчас укладываем арматуру заливаем все ее ребята у нас ЧП на нас напали нас сейчас будут думал выхлопать или есть или что-то делать я не знаю, что происходит мы, короче, выгрузили блок наверх манипулятор сейчас приходил буквально 15 минут перекурили какой 15-10 приходим а здесь вон что что за паломничество что такое я не знаю везде, блин летучие муравьи они что-то тут дерутся сами с собой вообще фу, блин везде в глаза лезут уж, а и здесь тоже такая же херня это вообще жесть как дальше работать-то санам может жертвоприношение какое-то им надо принести жертвоприношение какое-нибудь может надо принести что делать-то как работать-то как блок-то брать я вообще не понял везде они летают сейчас понять не могу сижу раз по шее ползет выкинул раз по руке выкинул потом поворачиваюсь у них все а здесь главное нету на блоках здесь все чисто с этой стороны ну все получается что с этой стороны работаем там муравьи пускай работают и посмотрим кто быстрее лишь бы они не разобрали они инструкцию не знает им никто не сказал они сейчас разберу там все я боюсь оттуда дойду они меня за руки за ноги возьмут и выкинут они же сильные короче углы если кто заметил вот раз видели да мы сразу в два яруса закладывали трин-трин так тоже можно закладывать сразу угол раз на два этажа на два этажа на два яруса там там у нас уже заложен сейчас мы по берегу ряд этот прогнали сана пробежит за час шоркнет его я пока этот ряд делаю все и потом сразу можно переходить опять сюда второй можно только нужно внимательно потому что первые два блока сделали этот поставили этот подкалачиваем можем этот смести это контролировать надо аккуратно ну и последующий чтобы двигать чтобы эти они все живые но аккуратно можно короче но когда первый раз блоки ложите там первые лучше по рядовку делать блоки по периметру поставили по углам первый ряд прогнали круг еще раз поставили не торопиться тогда более как бы этот адекватно можно контролировать углы ладно а теперь про штробы вопрос то был в студию что где когда вопрос от зрителя сейчас я тут у нас же чертим то мы на этом напил на блоке доска почета так ну тут мастер то 80 я так не люблю припотел маленько показывать на втором короче был такой вопрос там или там высказание даже не помню и не раз уже штробы клеем типа заливать нельзя нужно делать штробы именно песчан цеменно-песчаным смесью короче раствором другие наоборот критикуют туда и сюда попробуем сейчас как бы разобраться не разобраться в общем мысль свою я уже давно это высказывал как бы не заморачивайтесь в этот раз мы заказчиком говорит а надо может там этот шире штробы ты-ты-ты я говорю все хоккей в общем смотрим рекомендую цементно-песчаный раствор у него адгезия хуже чем у клея то есть он прилипает к клею по-клакозному он прилипает хуже к пеноблоку ну вообще к любым допустим частям хуже чем клей на который мы ложим соответственно чтоб он хорошо в пеноблоке держался нужно площадь опоры увеличить чтоб площадь опоры увеличить чтоб он ну больше опора приклеился и чтоб на срыв он больше был соответственно когда мы закладываем если у нас умысел есть цементно-песчаную смесь в пеноблоке вот в разрезе смотрим вот у нас пеноблок значит в пеноблоке мы делаем большую штробу я увеличено делаю специально штробу сделали там 4-5 сантиметров там ширина нам нужно для чего увеличить вот эти стороны чтобы площадь была опоры вот она приклеиваться к этим ну да чтобы зацеп был лучше в этом случае тогда вот этот цементно-песчаный раствор в пеноблоке он не вырвется не сорвется он как бы надежно держится ну там как бы рассчитано что вроде как этого достаточно для надежности больше не надо меньше нельзя ну и в ней тут будет арматура да так вот в нем скажем вот цементно-песчаный раствор когда же мы используем клей у клея адгезия то есть прилипание в разы лучше чем у цементно-песчаного соответственно нам не надо такую большую штробу и не надо и нельзя с одной стороны потому что клей наш он работает как суперклей многие знали да знаете да суперклей когда тоненьким слоем намажите приклеить детали схватываются очень сильно невозможно оторвать ни на срыв ни на сдир никак а если толстым слоем намажите он вообще не высыхает клей он не работает тут тоже у него марочная прочность не такая великая он как бы скажем хрупкий рыхлый мягкий то есть мы склеили фундамент зальем вот из этого фундамент большим объемом он разрушится его просто раздает потому что у него прочность меньше чем у цементно-песчаного раствора но склеивание гораздо больше и на разрыв он держит гораздо больше в разы соответственно нам большую площадь нельзя делать потому что при большой площади он разрушается ну давится рыхлый при маленьких как клей он не работает хорошо на сдвиг и прилипает соответственно под клей мы делаем штробу маленькую сюда закладывается арматура вот так вот этих площади клею достаточно скрепиться так же как цементно-песчаному раствору но в то же время так как у нас вот эти маленькие слои они не срываются не разрушаются и довольно таки держат арматуру но при таком условии все равно нужно соблюдать арматура должна быть полностью в клее обмазанная полностью не сверху залита не там как-то мазанная полностью и там если в блок она там прижата блок у нас не обеспечит хорошей гидроизоляции соответственно арматура как бы не загидроизолирована если она в блоке некоторые думают раз в блоке делают штробу закинули туда сверху клея мазнули а он уже в блоке нечести не будет нет блок не обеспечит блок влагу проводит арматура также может заржаветь она не загидроизолирована нужно обязательно клеем она была обмазана ну естественно работать не будет тут он обволакивает арматуру как бы обхватил и к стенкам приклеился на сдвижку вот этот состав получается у нас очень тоненький он не рвется не нарушается но и в то же время приклеиваться к этим маленьким стенкам его достаточно сильно приклеиваться здесь же если вот такой же маленький сделать цементно-песчаный он недостаточно приклеится и он может короче в штробе продернуться сорваться вырваться не будет работать весь допустим вся полоска вашего цементно-песчаного вот этого раствора она просто продернется потому что она плохо приклеится вот и все поэтому вот этот вариант годно вот этот вариант тоже годно это два верных варианта оба можно использовать не заморачиваться тут свои допуски там я не знаю 4-5 сантиметров тут тоже в принципе свои допуски но тут единственное что нужно знать что вся арматура должна быть обволакана клеем и в принципе и клея достаточно чтобы он склеился вот эти штробы большие не надо объемы они как бы даже плохо в этом случае как смог по колхозному ребята объяснил и момент еще какой вот видел я штробу я уже повторюсь наверное делают реально видел просто делают штробу вид сверху я не знаю вот здесь вид сверху раз штробу сделали пеноблоки арматуру заложили все клеем не замазали ни раствором ничем идут следующим рядом когда ложат блок выше просто клей наносят слой этот клей и приклеивают блок сразу то есть как шпателем намазывают клеят блок намазывают клеят то есть следующим рядом гонят якобы этого достаточно на самом деле клей у нас вот так вот ну провалится здесь верхнюю часть арматуры то он хватит а здесь у нас будет она все в воздухе это конечно ошибка и как бы такая серьезная как нельзя делать поэтому ребята ну мы маленько полезно иногда свое мнение высказал с вас пальцы вверх если понравилось если какие-то у вас есть там доводы приводите если есть там аргументы приводите пишите комментируют я не против если я не прав я выслушаю посмотрю да я тоже иногда ошибаюсь но мне это вот так вот сейчас приснилось сегодня ночью я знаю хотя я вот уже два года вот это доказываю пытаюсь людям сегодня это приснил а про вчерашнюю вчера вообще про вчерашнюю ночь не хочешь рассказать вчера порнуха снилась какая-то колень девки с голыми с голыми чебуреками бегали что им надо было я не знаю но я проснулся весь поту напугался я напугался напугался я боюсь я вообще чебурек с детства боюсь бритые ладно короче дураки дураки все ребята ребятки идем домой уже темно короче сейчас еще туча надвигается я походу будет большой бум что у нас в таком вот вид видочки все у нас происходит тут у нас тела идут контора пишет нихрена только никто не пишет кстати наша шалобуга то было который тента делали чё налилось много воды ее сложила видите все сломала мы тент снялись вернули сейчас я надо разобрать короче природное явление сломала нашу короче беседочку вот так вот вот какая наша шикарная лестница бум-бум-бум заказы еще принимаем кому надо заказы она чем уровень и здесь а то я так чё нас 29 день финишу подошел у у нас пытаемся помыться короче я сполоснулся на улице так относительно скажем раз как-то на сашку помыть сашки то снимали что еще нельзя и долго нельзя поэтому а помыться надо не это разделывал эту курицу куда начал резать нож сломал ручка вот ну все такое здорово все в общем все все хорошо все нормально сейчас будем кушать кушать что 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 варили днем рис с курицей там у нас типов оля плов ну и салатик чай фильмчик какой час включим посмотрим кино боевик все всем пока до завтра ребята все чуть-чуть вот видите утром на работу вечером с работы утром на работу вечером с работы все круговорот красота 20 метров все в шаговой доступность работа еда с папа спать помыться все в одном месте короче все ладно всем пока давайте эти ставьте наши лайкусики если не то нетрудно вам ну и смотрите нас дальше что что ли знает все ладно